Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с открытия выставки «Николай Басов. Луч света». Новая экспозиция приурочена к столетию со дня рождения прославленного академика. Так, автомаки, частицы разгоняются и удерживают в положении магнита. Лауреат Нобелевской премии, один из основоположников лазерной физики, изобретатель первых квантовых генераторов. Биография Николая Басова – пример для каждого, кто планирует посвятить жизнь служению науке. Сверхточные измерения, медицина, космические и информационные технологии. Вот далеко не полный перечень сфер, где открытия академика Басова даже спустя десятилетия делают мир все лучше и лучше. Экспозиция подготовлена Политехническим музеем совместно с Российским историческим обществом и Росархивом при поддержке фонда «История Отечества». На выставке представлены уникальные архивные документы, записи ученого, печатные издания, фотографии. Идет второй год, десятилетие науки и технологий, одной из ключевых задач, которая является привлечение молодежи в науку, в сферу исследований, разработок. Такого рода мероприятия, выставки, знакомства с жизнью выдающихся ученых – это очень значимый вклад в популяризацию в целом науки и технологий. В тот же день в доме Рио состоялся круглый стол, посвященный истории российского лидерства в области физики. Его объединили с заключительным заседанием Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к столетию Николая Геннадьевича Басова. Прошедший юбилей академика Басова, как и другие юбилеи знаменитых физиков, выпавшие на этот год, призваны послужить поводом для большого и предметного разговора о роли ученых в судьбе нашей страны. Трехвековая история российского лидерства в области физики берет свое начало во времена Петра Великого, основателя Академии наук. К середине 19-го столетия российские физики смогли завоевать законное международное признание. Ученые совершали открытия, создавали собственные школы, основывали целые научные направления. Одновременно с этим развивалось инженерное образование, происходили внедрения передовых технологий в самые разные сферы жизни общества. В веке 20-м отечественная наука совершила настоящий прорыв. Академия наук особенно относится с эпитетом для того, чтобы мы отмечали и даты, и истории, и всех наших великих ученых, которые стояли и у стока того или иного направления, которые создавали научные школы, чтобы мы это дело развивали. В середине 20-го века создание советской атомной бомбы спасло мир от Третьей мировой войны. А принципиальная разница между США и Советским Союзом, уверен Сергей Нарышкин, хорошо видна на примере первого применения странами атомной энергии. Первое практическое использование ядерной энергии американцами – это Хиросима и Нагасаки. Сотни тысяч убитых, покалеченных. Первое практическое использование ядерной энергии в нашей стране – это первая атомная станция, которая служила людям. В этом сравнении, мне кажется, такое фундаментальное различие морали и глубинной сути двух наших государств, отношения одной и другой страны к судьбам человеческой цивилизации. Успех отечественной науки в середине 20-го века связан во многом с отлаженной системой организации научных исследований, искренней верой в прогресс, охватившей все тогдашнее общество. В то же время не стоит забывать и о серьезной государственной поддержке, предельной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. То, что российское историческое общество, то, что было собрано такое высокое собрание в оргкомитете, сегодня привлекает внимание к фигурам, великим фигурам советской и российской науки, и тем самым дает импульс для будущего, для молодых ребят, я считаю, что это очень важно. И мне кажется, что такого рода юбилеи, они обращены не столько в прошлое, конечно, сколько в будущее. Поколение великих советских физиков и конструкторов Николая Басова, Игоря Курчатова, Сергея Королева стало уникальным феноменом и заложило прочную основу для развития отечественной науки. Обращение к таким ярким примерам – хороший стимул для молодых людей, которые сегодня ищут себя в науке. Служба информации фонда «История Отечества».